Я забыла перевести часы на час назад, и теперь до самого важного экзамена в моей жизни остается 27 минут. На самом деле, если мне куда-то нужно к определенному времени, я люблю просыпаться за 2, 3 или даже 4 часа заранее. Потому что я люблю утром спокойно сделать растяжку, помедитировать, почистить зубы, накраситься, покушать и так далее. Но несмотря на это, если меня не подгонять, я настолько медлительная, что почти всегда опаздываю, что вообще ужасное качество. Но в этот день у меня был очень важный экзамен, поэтому опоздать я не могла. Я проснулась за 3 часа заранее и начала собираться, и в какой-то момент я понимаю, что время перевелось на час назад. А я это сделать забыла, и поэтому до экзамена у меня оставалось всего 27 минут. Понятное дело, что я выбежала на улицу и сразу села в такси, потому что выбора у меня больше не было. Но мне как назло попался очень странный водитель, который, во-первых, стоял, курил 3 часа на улице, я ждала его в машине. Потом он что-то потерял, и мы искали это все вместе, как на улице, так и внутри машины. А потом он очень медленно ехал и не знал улиц, несмотря на то, что у него был навигатор, и он постоянно спрашивал меня, куда ему ехать, где ему поворачивать и так далее. В конце концов, он высадил меня немного на другой улице, где-то в 5 минутах от того места, куда мне нужно было приехать, потому что там нельзя было парковаться и останавливаться. Несмотря на это все, я успела, и у меня осталось буквально 2 минуты, поэтому я бежала от этого универа. Когда я зашла, абсолютно никого не было, ни в коридоре, ни в кабинетах, вообще нигде. Меня это как-то очень насторожило, поэтому я написала в чат, и оказалось, что время у меня перевелось автоматически. А так как время перешло на 1 час назад, я на самом деле приехала на час раньше, а не на час позже, как я думала. Но в итоге я все сдала, все хорошо, и новое время мне нравится.